Будущее христианской России – это нынешняя молодежь в церквях. В Саратове состоялась шестая молодежная конференция «Прикоснись к небесам», которая собрала юных христиан более чем из 10 городов России. Об этом в нашем следующем сюжете. Ежегодная уже шестая по счету молодежная конференция «Прикоснись к небесам» прошла в Саратове в Церкви Слово Жизни. Ее можно озаглавить девизом «Выше, лучше, ярче». Оформление стало ярче, уровень значительно выше, соответственно, сама конференция стала лучше. Это подтверждают многочисленные отзывы гостей, которые в Саратове уже не в первый раз. Я уже приезжаю третий раз подряд, мне очень нравится здесь. Ну, соответственно, если бы не нравилось, я бы так много раз не приезжал. То есть я здесь всех уже полюбил, и все мне стали как друзья. Впечатления, ну, самые наилучшие. Я приехал сюда, чтобы вдохновиться, и я получил то, что хотел. По-моему, самый яркий – это вот вчерашний день, особенно вечер, когда африканцы прославляли Бога. Это было вообще супер просто. Я прям наполнился такой энергией. Мне понравился вчерашний день. Я слышал от кого-то, что каждый русский рождается с чувством мелодии, и каждый африканец с чувством ритма. Ну, просто я вижу, что до них далеко. Это было что-то особенное. Просто вышли ребята, как будто бы я попал в Африку. Некоторые в национальной одежде. И я могу сказать свои впечатления. Стоим мы со своей молодежкой перед третьим служением, и я думаю, что как бы сейчас пережить третье служение. Потому что информации много, все классно, но устали никакие. И вот мы заходим в зал, садимся, и выходят они. Просто выходят. И все уже, я чувствую, как волны радости на меня накатывают. И я понимаю, что сейчас будет что-то, потому что они петь умеют. Особенно меня впечатлила народная песня. То есть, та, которую они сказали, что поют в Южной Африке. Следовать за Иисусом. Сказал направо-направо, сказал налево-налево. За всем этим обилием света, музыки и драйва стоит не просто желание молодежи соответствовать стандартам мира. Это способы поиска божьих откровений и донесения благой вести, шествия верующих в ногу со временем. Основными приглашенными спикерами конференции были Максим Осколков, Павел Рындич и Филипп Реннер. Также в рамках конференции прошло выступление группы Pumpkin Blues из Нижнего Новгорода. Они стали победителями фестиваля «Призван быть первым» в номинации «Рок». Юные христиане свидетельствовали о том, как изменилась их жизнь после обращения ко Христу. Также на конференции проводились семинары по творческим служениям в церкви. Молодежь живая всегда. Молодежь, если она адекватная, она всегда живая. Если люди уже сюда приехали, то это уже говорит о том, что они чего-то хотят. Если молодые люди чего-то хотят, значит они чего-то добьются. А если они чего-то добьются, значит наша страна будет меняться. Вот по сути такое направление. Я вижу, что молодежь очень хорошо реагирует на проповедь, очень живая. И сегодня молодые люди вышли на покаяние, несколько молодых людей. И люди все из верующих семей. Это очень важно, что из верующих семей, но они осознанно вышли принять Иисуса Христа как спасителя. Это для меня было принципиально важно. На конференцию приехали гости со всей России, от Москвы и до Благовещенска. Надеемся, что каждый из них увез к себе домой и сохранил частичку того огня, который они получили, прикоснувшись к небесам на Саратовской земле. Игорь Попов, Дмитрий Горнизов, студия «Протестант». Специально для телеслужбы Благих Новостей.